В Анапе дерево упало на припаркованный автомобиль. Происшествие случилось на улице Самбурово в 3 часа ночи. А вот освободить машину из-под дерева удалось лишь спустя несколько часов после происшествия, точнее только в 9 часов утра. К счастью, в этом ЧП никто из людей не пострадал. Хозяева автомобиля о происшествии узнали только от сотрудников ГИБДД, которые сообщили им неприятную новость. То, что дерево сгнило, анапчане сообщали в соответствующие службы не раз, но результата не было. И это даже несмотря на то, что совсем рядом находится средняя общеобразовательная школа. И первый же вопрос, кто виноват в случившемся. Аварийных деревьев в Анапе предостаточно. Как нам сообщили ответственные лица в управлении ЖКХ, на курорте сформирован план по спилу деревьев. Спиливаются в основном те аварийные, которые наиболее угрожающие. Дерево на улице Самбурово угрожающим, видимо, не сочли. Но кто же тогда возместит ущерб? Ответ на этот вопрос знают юристы. В случае, если на ваш автомобиль упало дерево, возможно, два развития событий. Если вы обладатель страхового полиса КАСКО, вам необходимо созвониться со страховой компанией и получить необходимый алгоритм действий. Если дерево упало на стоящий автомобиль, то вызывайте участкового для составления протокола. Если же машина находится в движении, нужно вызвать автоинспекторов. Лучше, если вы еще и найдете свидетелей и запишите их контактные номера. Они могут пригодиться в случае спорного решения вопроса. Если же страхового полиса КАСКО у вас нет, то вы также вызываете стражи порядка, попутно фотографируя место происшествия. Дерево, слом дерева. Состояние дерева также должно быть зафиксировано в протоколе. Также необходимо найти свидетелей и выяснить, кому принадлежит дерево – управлению ЖКХ или муниципальным властям. И именно с владельцев требовать компенсацию за нанесенный ущерб. Компенсация определяется заключением эксперта. То есть эксперт осматривает автомобиль, в экспертизе будет заключаться сумма, которая и будет предъявлена ответчику. Сначала в претензионном порядке, а в случае, если на претензию не ответили – в судебном, объяснила юрист. Специалисты говорят, что возместить ущерб от падения дерева на машину можно через суд. Главное – зафиксировать факт, что дерево упало на автомобиль. На место рекомендуется вызвать полицию, сотрудников страховой компании и организации, которая отвечает за прилегающую территорию. Также позже можно запросить у местной метеослужбы данные о погоде в день инцидента, где важной является информация о ветре. Надо сказать, что в эту ночь и днем в Анапе порывы ветра не превышали 3 метров в секунду. Ну а если же владелец припарковал машину в неположенном для этого месте, то компенсацию ему, к сожалению, не выплатят. Как развиваться события будут дальше, покажет только время. Ну а мы будем следить за развитием событий. Олеся Давыдова, Виталий Кусь, 39 канал.